Вы знаете, слышали когда-нибудь о эксперименте на Шпицбергене? Да. Это когда, для тех, кто не слышал, привели эксперимент. Там была советская колония, и они получали деньги и покупали в магазине, и во всем. Мы решили провести эксперимент. Сделали все бесплатно. И вот, говорит, первое, что народ кинулся и начал там хватать там вот фигуреты с фильтром, вот там сам все. Они подкладывают. Они подкладывают. А все есть, там круг хватает, да она все равно низко стоит на следующий день. И, говорит, оказалось потребление ниже даже, чем до того момента, когда было покупать за деньги. То есть, когда поняли, что все действительно есть, оно прекратило быть каким-то тем, за что хватает. Вот мы строили там коммунизм, да? Ну зачем я вот буду упираться строить коммунизм для трехсот миллионов человек, если я могу и могу построить вот тут вот за огороженной стеной, там обкома или еще чего-то. И все лезли за эту огороженную стену, потому что там уже приближался коммунизм, понимаете? А тут еще нет. Вот эта сама идея во главе коммунизма положить барахло целью борьбы людей, много-много барахла, она была неправильной. Хотя, я вам скажу, что она, ну, не была бредовой идея сама коммунизма, то есть, идея общества справедливости, она была правильной. К сожалению, ничего не нашлось другого, кроме вот этого учения этого брата-товарища, понимаешь? Он, может быть, искренен был, но поставить во главу... Ведь он же был буржуазным человеком сам. Да, черт, ну, что он какие-то там плечки... Для кого-то он там проповедовал. Он считается ученым. Да, вроде бы как. То, что он сделал, это не наука. Извините, Юрий Игнатьевич, можно вас перебить? А вам не кажется вообще идея коммунизма как таковая, утопическая? Нет, а мы сейчас о коммунизме говорим. Ну вот... Мы говорим о справедливости. Нет, понятно. В принципе, идея была неплохая, но сам коммунизм, то есть фактически это является утопией. Владислава, обратите внимание, значит, вот вы видели такие вот тома-кирпичи. Карл Маркс написано, Капитал. Там Ленина стоят такие длинные тома, которые никто не читал. Конечно. Понимаете? Вот эти тома написаны. Дело в том, тот принцип, который заложил Маркс в коммунизме, а он был заложен, исходя из 19 века, ну, масса людей голодных. Так вот, счастливое общество, когда у тебя всего навалом. Вот заложить в принцип, вот барахла навалом, заложить в общество справедливости нельзя. Вы когда-нибудь видели, вот томик, как выглядит коммунизм? Да. Кроме незнайки в солнечном городе, никаких проектов коммунизма не было. Я одну такую книжку читал, называлась «Иван Ефремов. Туманность Андромеды». Это единственная книжка, в которой я увидел более или менее подробное описание коммунистического общества. И тогда же понял, что я, наверное, в таком обществе, даже если бы оно было столь же симпатичным, жить бы не хотел. Да, действительно, если людям дать все и бесплатно, при этом ограничить ассортимент, что очень важно. А почему ограничить? Сейчас объясню. То люди довольно быстро насытятся и заживут некоторой скромной жизнью. Но при этом, например, не появится никакого нового устройства. Ни айфона, ни гаджета какого-то нового. Это в связи с чем? А потому что... Никакого автомобиля. Никакого нового автомобиля. Это довольно очевидно, потому что человек, который изобретает нечто новое, он думает о чем? О том, что он получит сверхприбыль в тот момент, когда это новое появится на рынке. Никаких других причин для создания все новых и новых вещей нет и быть не может. Константин, это глубочайшее заблуждение. Мы почти все науки ввели в тупик. Понимаешь? Хотя платили все время ученым очень много. На самом деле деньги никакого творчества не составляют. Вернее, они не являются стимулом творчества. Стимулом творчества является его способность к творчеству. Он получает удовольствие от творчества больше, чем, грубо сказать, от женщины. Понимаешь? Когда он разрешает задачу, которую невозможно было ему самому разрешить, а тем более, если невозможно кому-то разрешить, это такое удовольствие, за которое надо бороться. В данном случае как раз я соглашусь. Дело в том, что действительно творчество как таковое является само по себе наградой. Сам, что называется, знаю. Но дело в том, что изобрести новую вещь, формулу и так далее в таком обществе можно. А внедрить, реализовать, сделать миллионы экземпляров? Нет, нельзя. Это никому не будет. Кто тебе это сказал? Я это вижу. Я все-таки жив. А я проработал в Советском Союзе. К тебе в этом сам внедрял? Меня всегда изумляло. Вот в Советские годы блеклась в витрин, все такое. У нас уже все-то уныло было. Серые дома. И мне казалось, что у нас нет дизайна, и дизайнеров нет. Конечно. Ну, мне казалось так, вот лично мне. А потом я с удивлением узнал, что многие наши дизайнеры уже переехали на Запад и занимают ключевые должности в автомобильных фирмах. У нас автомобиль не удалось провести, кроме этой копейки. Там Жигули, по-моему, все, на этом умерло автомобилистроение в Запорожец. А они работают. Понимаешь, вот с точки зрения айфона, то в свое время негры продавали своих товарищей в РАПТО за консервную банку пустую. Насколько их восхищало это все. Поскольку мне приходилось делать что-то такое вроде айфонов, я видел людей, которые что-то делали. Я бы хотел с них вопрос поставить так. Вот 20 лет уже, как появились люди твоего точки зрения, которые за деньги творят. Вот много они натворили в России. Что сделано в России за деньги за эти 20 лет? Нет. Потому что капитализм. Не в том дело. А в том, что вы за деньги думаете творить. А творят за творчество. И тот же Стив Джобс. У него не деньги стояли в голове. И у Белогейца не деньги стояли в голове. У них стояли другие мотивы. Мотивы проявить себя, показать себя. Понимаешь? Деньги это уже попутное к этому идет.